Во-первых, я хочу обратить внимание, что речь идет все-таки о государственных праздниках, и это вовсе не означает, что весь бизнес, люди творческих профессий, должны вдруг, как госчиновники, перестать работать в эти дни. Более того, я думаю, что все люди, труд которых прямо приносит им доход независимо от государства, собственно, в эти дни и работали. Тут вопрос немножко в другом. Есть в обществе сейчас спрос на праздники, причем не на праздники, как празднования, а я это рассматриваю, как своеобразную реакцию общества на ту усталость, которую все переживают в последний год-полтора в связи с войной, экономическим кризисом. Грубо говоря, если хотите, это таки уход. Поэтому вопрос не в экономии, вопрос в том, почему наши люди принимают праздники, почему нет протеста с точки зрения количества празднований. Они продолжают работать, просто для них, если хотите, это обращение к политикам. Это как отключка от той повседневности, в которой они постоянно каждый день находятся. Цены, тарифы, безработица, война и так далее. Мы, на самом деле, обсуждаем сейчас не столько потери бюджета или потери экономики, сколько то состояние страны, в котором желание отключить повседневную жизнь от политики и тех угроз, которые мы переживаем, уже сейчас повсеместно. То есть проблема серьезнее. И я думаю, что, на самом деле, нашим политикам нужно пересмотреть не столько праздники, хотя это просто отдельная тема, что мы когда празднуем, да, сколько, и не столько экономику, сколько, если хотите, психологию политики.